Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania. Сегодня мы сравним копии AirPods. Самую дешевую, что есть на рынке, с чипом Jelly, и самую доступную, и дорогую, и по функционалу, наверное, одну из самых лучших. Давайте начинать. Поехали! Итак, сразу проясню. Видео носит характер, точнее название, что это i90000 Pro Max, или i90000 Max. Почему? Потому что так смотрят больше. И сразу же хотелось бы сказать, чем отличаются TVS наушники от копий наушников. По сути, это одни и те же уши, но может быть изменен ряд функционала и брендирован под тот или иной бренд. В нашем случае мы понимаем, что все брендировано под оригиналы наушников Apple AirPods второго поколения с беспроводным кейсом. TVS наушники. Это TVS наушники. Здесь, может быть, на TVS наушниках написано ITVS и номер модели. Нет никаких серийных номеров. Эти серийные номера ни в коем случае не будут биться на сайте Apple. В общем и целом, TVS наушники стоят на какой-то процент дешевле по одной простой причине, что они не забрендированы под тот или иной бренд. Я думаю, с этим мы разобрались. Давайте начинать сравнение. Итак, у меня, в принципе, создано напоминание, по которому мы будем сейчас двигаться дальше. И сейчас это все дело синхронизируется. Давайте начнем с внешнего вида коробок. Обе пары наушников, оба кейса мы пока оставляем в сторонке. И смотрим на коробки. Они, собственно, обе коробки белые. Качество картона, по-моему, одинаковое. Единственное, что коробки, ну, это не ЭКО, ЭКО, как у Apple. Это вот клеенные коробки. И у них, естественно, будет отличие вот даже вот по вот этим вот, по внутренностям, из чего собран картон, из чего собрана сама коробка из картона. Вот даже если вы покупаете наушники и вам говорят, что это оригинал, посмотрите, у Apple это все не так. Для того, чтобы вы понимали, сейчас, секунду. Хоть и первой версии, но вот картон, самый-самый левый картон, вот так вот, в этом положении и при таком свете, он, соответственно, понимаете, да? Вот этот левый, это у нас оригинал. Посередине и справа это не оригинальные коробки. Итак, продолжим дальше. Задняя часть. Задняя часть на обоих версиях, на обеих версиях наушниках, она одинаковая абсолютно. Изображен он сам кейс зарядный, с беспроводной зарядкой. Именно индикатор и светодиод находятся не внутри, а снаружи. Это отличительная особенность именно версии с беспроводной зарядкой AirPods 2. Во всем остальном, вот эта вот модель подешевле. Здесь качество шрифтов, ну, мне кажется, немножко оно такое, как бы, если вы стопните кадр и приблизите, точнее, сделаете скрин и приблизите изображение, то вот здесь оно будет более халтурно, чем, например, здесь. По переднему изображению на обоих, на обеих, еще раз исправляюсь, на обеих коробках у нас фактурные наушники, в этом никаких проблем нет. С другой стороны у нас изображение и надпись AirPods, мне кажется, как будто бы печатали практически на одном принте. На верхней копии та, что у нас по дешевле, она выполнена немножко меньшим шрифтом, чем на той, что подороже. Итак, чтобы вы понимали, всегда справа будет дешевая. Вот здесь вот копия подешевле, вот здесь вот копия подороже. Как я это понимаю, потому что если посмотреть на вот этот вот край и на этот край торец коробок, то мы здесь видим вот два таких изображения. Кружочек с тонкой красной линией и полностью заполненный красным тоже кружочек. Почему это происходит? Это нужно для того, чтобы поставщики и формовщики, точнее комплектовщики, которые это делают уже непосредственно в той стране, куда привезли данную продукцию на реализацию, они должны понимать, потому что у них отдельно приходит кейс, и он внутри носит тоже вот такой вот лейб, то есть вот такую вот наклеечку. И вы понимаете, точнее не вы, а комплектовщик понимает, что в эту коробку надо положить вот такого качества уши. Это без проблем отклеивается, но функционал никак не влияет. Но китайцам уже написано и сказано, что не надо этого делать, помещайте как-то другим способом. Но в общем и целом я узнаю именно по вот этой штуке. Да, можно переклеить, но я этого не делал, поэтому никаких проблем нет. Итак, самое главное, это у нас торец коробки, где изображены характеристики серийной номера наших с вами очень хороших копий. Что в чем здесь отличие? Ну, во-первых, сама модель здесь разная. Повторюсь, на всех копиях, если вы купили партию, к примеру, 5, 10, 50, 100 штук в один и тот же момент, то есть у одного и того же поставщика, скорее всего, на всех коробках будет изображен один и тот же серийный номер с одной и той же моделью. Здесь разные партии по сроку, и поэтому здесь серийный номер отличается. Эти серийные номера в данный момент могут биться на сайте Apple как активированные. У них есть, я точно могу говорить за более дорогостоящую копию, как уже активированные наушники Apple AirPods 2. И с гарантией, вроде как, до августа 2020 года. Но, опять же, это такой мейнстрим для тех, кто хочет кого-то, ну, в первую очередь, себя обмануть или, там, близких своих обмануть, там, подарить кому-то наушники, сказать, что это оригинал, не веришь, посмотри, типа, на сайте, как бы. Ну, человек такой, о, действительно, бьется на сайте, то, что написано на коробке. Но если ты покупаешь, не Айрик. Я бы никогда в жизни не пошел пробивать какой-нибудь фейковый iPhone на оригинальном сайте Apple. По поводу гарантии. В этом, наверное, в принципе, отличия по этой стороне коробки отличаются. Это одна сплошная наклейка. Тут просто сами упаковщики, они не стали заморачиваться. Вы можете найти в интернете пояснение за то, что более дорогостоящая копия наушников, она имеет три наклейки. То есть, как у Apple, раз, два и три. Но, на самом деле, это не так, потому что у меня есть еще одни наушники, они имеют три наклейки, но они являются средним по рынку и по цене, и по качеству звучания. У них нет никаких маркировок. Они лучше всех запечатаны. У них нет никаких маркировок, что подешевле, что подороже. Но от этого вот эти вот, то, что стоят подороже, не становятся хуже, а наоборот, лучше, чем те, что посередине. Итак, напоминаю. Это у нас справа всегда дешевые наушники. В рознице от 2000, если покупаешь 5 штук. И дорогие в рознице 4 700, в опте от 5 штук 3 700 или 3 800, как-то так. Чем же они отличаются? Внутри все у нас одинаково. Единственное, что у нас дешевая копия. Без проблем открывается коробочка. И, соответственно, мы можем быстро... Вот тут вот начинает пахнуть Китаем. В понимании, что виртуально пахнуть Китаем, что открыть эту коробку быстро не получится. Опять же, ну, коробкой вы не пользуетесь, вы будете пользоваться товаром. Сегодня я вам расскажу всю правду об этих наушниках, о всех косяках, которые всплывают, не всплывают. И вы для себя сделаете выбор, нужны они вам или нет. А заниматься таким видом бизнеса, как продажа таких наушников, или нет. Итак, открываем коробочку, и нас встречает, вот, естественно, конвертик Design by Apple in California. Иногда китайцы делают ошибки, пишут California вместо California. Собственно, здесь не таких ошибок нет. И отличаются они немножко по мелованности бумаги и по внутренним составляющим. То есть, вот, то, что подороже, она ощущается более, если честно, дешевле, чем вот это просто более, ну, мне кажется, тактильно. Слышите, да? Вот как это и как это. Это как будто шершавая, а это такая гладкая, глянцевая. Что у нас внутри? У нас внутри в самой дешевой один гайд, больше ничего нет. Сейчас посмотрим, что у нас в версии подороже. Здесь у нас тоже один гайд, и тоже больше ничего нет. В средней копии, то есть, там сделали акцент на упаковку, там есть дополнительные брошюры в виде гарантийных талонов, точнее, гарантийных этих брошюр от компании Apple, о том, как они производят и берегут природу. И, ну, не знаю, вам это нужно или нет. Я ставлю больше на качество по звуку, потому что те, которые средние, звучат хуже, чем те, которые здесь дорогие. Итак, внутренности. У нас будет вот такая вот штука. Штука, она, опять же, у дешевой копии более тонкая, что ли. Здесь она чуть-чуть потолще, но, в принципе, разницы такой прям максимальной, ну, вообще нет. То есть, опять же, вы вскроете один раз, выкинете, и этим вы пользоваться не будете. Но мне надо, потому что это сравнение, мне надо вам рассказать, в чем же есть отличия. Итак, ванночки абсолютно одинаковые и идентичные. Они на обоих копиях, на обеих копиях, обоих. Господи, эти мои обучительницы по русскому языку просто бы сейчас сошла с ума. По поводу Lightning. Ну, кабель, естественно, не оригинальный. Наверное, все, что было по цене, это самое дешевое, что может быть. Они идентичны, они одинаковые. Поэтому на этом, как говорится, не экономили, не жадничали. Они просто тупо одинаковые, что там, что там. Либо здесь сэкономили, либо здесь просто не жадничали. Одно из двух. Итак, мы закрываем пластик. И по внешнему виду, наверное, все. В чем отличие коробок? Отличия практически никаких нет, помимо небольшого качества шрифтов. Это вот мы кладем сюда и приступаем непосредственно к самим наушникам. Справа у нас дешевые, слева подороже. В чем же их отличие? Первое отличие – это во встроенной начинке. Это, естественно, звуковой чип. В правой версии это AirPods 2 копия с беспроводной зарядкой с чипом, звуковым чипом Jelly. Слева это AirPods 2 с беспроводной зарядкой с чипом Aeroha 1536 на декабрь месяц 2019 года. С настройками геоданных и настройками Bluetooth, как на оригинале. Чуть позже я покажу, как это выглядит. Сейчас мы будем осматривать внешность этих боксов. Боксы, на первый взгляд, выглядят абсолютно одинаково. Мне кажется, формовка происходит на одном и том же заводе. Раньше это была петля пластиковая, сейчас она абсолютно металлическая. Но хотелось бы правильно сразу сказать, что это алюминий. Это не сталь, это алюминий. И профессионал поймет. То есть, если приближать очень-очень близко, то вы увидите вот этот вот анодированность этого алюминия или порошковость. Сталь, она такая гладкая, если смотреть на сталь. А у алюминия больше, точнее, он пористый. Пористый и это видно по структуре металла. Задняя часть абсолютно одинаковая. Кнопки у нас при этом здесь имеют такой ход. На дорогой версии, на более дорогостоящей версии они помягче. И нажимаются практически бесшумно. Здесь нажимаются с таким характерным щелчком. Ну и, в принципе, отличий нет. По массогабаритным абсолютно идентичны. Штангенциркуля у меня, к сожалению, нет. На вес, мне кажется, вот это вот то, что подороже. На несколько грамм, может быть, весит. Ну и просто, ну, весов тоже нет под руками. Эта версия весит 147 вместе с боксом, то есть бокс вместе с наушниками. Это может быть, ну, что, не знаю, 55 или 53. В общем и целом, опять же, по весу их на руках не сравните и не почувствуете разницу. По внешним параметрам они абсолютно идентичны. Зарядка у нас Lightning. Имеется беспроводная зарядка. На дорогостоящей версии вот этот вот разъем, он больше заподлицо. В более удешевленной версии он утоплен вниз, внутрь непосредственно самого корпуса. И если проводить пальцем и имея две пары наушников, точнее два кейса в наличии, вот как я сейчас их держу в руках, этот нюанс очень будет даже чувствоваться, чувствоваться рукой. Открываться. Открываются они плюс-минус одинаково. Сейчас я буду молчать, а вы будете слышать. Я несколько раз открою и закрою кейсы. Теперь по одному. Это у нас подороже. Подешевле, точнее было. Это подороже. Итак, как вы делаете выводы сами? Мне кажется, плюс-минус одинаково. Единственное, что на более дешевой версии он как будто бы отпружинивает немножко четче. И он, ну, меньше издает шумов при, если тряска. Если здесь, но я уже его за... Ну, здесь вот так вот все происходит. Он сам автоматически закрывается. Мне это, если честно, ну, не совсем интересно. В том понимании, что я вам должен показать. А в ежедневной эксплуатации это, ну, никакого роли не играет. Если вы пошли на тот шаг, что вы действительно хотели сэкономить денег и приобрели себе копию AirPods 2, либо TVS наушников, вы должны понимать, что звука, как на оригинале, не будет. Но это очень приближенное ощущение. Итак, дальше. У нас находятся два на каждом по одному, два световых индикатора. Они зажигаются и гаснут практически одновременно. То есть, отставание несколько долей секунды, может быть, секунда. И в этом различий и отличий никаких нет. Итак, по внутренностям. Мы поняли, что у нас наушники по корпусам практически более-менее одинаковые, по светодиодам более-менее одинаковые. И тут получается вот такой вот момент. Наушники, те, которые подороже, с чипом Airoho 1536, у них светодиод при открытом положении светится чуть... Он просто сейчас в таком режиме, поэтому моргает. Чуть ярче, чем светодиод на дешевой версии наушников. То есть, на Apple AirPods копия с чипом Jelly. В внутренности, гравировка, серийные номера, они тоже на разном расстоянии друг от друга. На дешевой версии они более посажены ближе сюда, к краю непосредственно крышки. На дорогой версии, ну, мне кажется, все зависит от партии. Мы сейчас вот сравниваем вот эту партию, да, а на других будет все абсолютно... Ну, я говорю как есть, а вы там уже, как говорится, принимайте решения сами для себя. На более дорогой копии они посажены... Вот эта надпись, они посажены чуть дальше в углубление корпуса. Во всем же остальном абсолютно никаких значений нету, разницы точнее нету. Вот так это все выглядит при открытии. Видите, да, светодиод слева горит чуть ярче, чем светодиод, который горит справа. Еще раз повторюсь, вот это наушники подешевле, эти наушники подороже. Итак, мы берем по одному уху и, точнее, нет, вот сейчас стоп. Сейчас мы проведем эксперимент, который на ранних копиях, на более предыдущих копиях не позволяли этого сделать. Сможем ли мы взять вот так вот наушник? Получится ли у нас его запихать и никаких проблем, чтобы у нас не было? Да вы что вы говорите? Получается, у нас наушник прокручивается даже вот в этом. Посмотрите, крутится и никаких проблем нет. А? Крутится? Крутится. Опа. Крутится и никаких проблем нет. Дешевые. Дорогие. Кто привык так брать и так класть? Если я кладу так, ну, единственное, что мне надо подправить пальцем. Но они крутятся, они не застревают. Ни в какой части. Абсолютно ни в какой части. Почему мы сейчас речь не идем о средней версии? Потому что там такая проблема была. Здесь все без проблем. Буквально несколько миллиметров усилили, точнее расширили. Входное отверстие посадки этого ножки наушника в сам кейс. И проблема исчезла. Итак, давайте снимем по одному правому наушнику с каждой версии. Еще раз повторюсь, справа у нас дешевая копия с более дешевым звуковым чипом. Слева более дорогая. Что у нас по внешнему виду, по надписям и по вот этим всем моментам? Как я могу наблюдать, надписи находятся на разных расстояниях. От начала ножки, от ее момента, где он у нас находится в микрофоне. Здесь она... Ну опять же, сейчас мы говорим о том, что... Сейчас я попытаюсь... Сейчас я попытаюсь вот так вот это все дело сделать, чтобы вы понимали, о чем речь. Чтобы вы понимали, вот здесь она находится вот примерно на таком виде. А здесь она находится вот примерно на таком. Шарите. Буква R. У нас наушники правые. То есть, чтобы вы понимали. Визуально вы никак их не отличите друг от друга. Единственное, что наушники, те, которые подешевле, у них вот эта вот дырочка находится на том же месте, в принципе, где и на этом наушнике. Но я вижу, и мне более видно, что вот эта дырочка, она шире. То есть, по диаметру больше, чем вот эта. Чтобы вы понимали. Внутренности. Ставьте на паузу, приближайте и смотрите. Здесь у нас по два динамика. На просвет сетки можно это обнаружить. По два динамика в каждой из версий. И вот эта вот часть. Можете посмотреть. В чем отличие. Естественно, если светите светом, то вот так вот очень хорошо видно должно быть. Еще будет сравнение с оригиналом, но мы пока сравниваем копии. Визуально во всем остальном никаких отличий нет. А еще хотите прикол? Смотрите. Если я наушник с дешевой версией попытаюсь положить в дорогую, не произойдет этого, он просто будет выскакивать. Видите? Не происходит. Если родной наушник, без проблем встает. И сюда также без проблем все встает. То есть у нас исчезла проблема поворота ножки внутри кейса на той или на той версии. И в принципе поменять их местами у нас не получится, потому что разная полярность у магнитов в ножках каждого из уха. Итак, давайте брать айфон и подключать. Но перед тем, как брать айфон, я хотел бы отметить, были вопросы по поводу подключения к андроиду, работают ли тапы. В данный момент я не могу продемонстрировать работу с андроидом, но тапы работают. Я проверял. Тапы работают, в принципе. Ну а все остальное, в настройках Bluetooth, там никаких изменений нет. В дешевой версии это просто отключить и забыть устройство. В дорогих, при совместимости, при сопряжении, точнее с айфоном, это будет определение геопозиции, точнее настроек Bluetooth, а в локаторе определение геопозиции. Но перед этим хотелось бы продемонстрировать вам. Кладем. Заряжается на дорогом, пишет красное. Если приблизите, то поймете. На нишевом тоже пишет красное. Но на дорогом он более четкий, более яркий. Здесь такой тускловатый и как будто бы внутри. Беспроводная зарядка на тех и других наушниках у нас работает без каких-либо проблем. Это обычные наушники. Если взять средние наушники, которые раньше клала компания Apple в коробки, ну, в комплекты к своим айфонам, начиная там, да без разницы в каких версиях модели айфонов, это обычный EarPods. Ear это проводные наушники, а Air это беспроводные. Так вот, от них отрезали провод и добавили функционал в виде беспроводной зарядки и ношения в кейсе, а не на проводе. То это абсолютно точно такие же уши. Отличие от оригинала есть? Безусловно, есть. Не нужно заблуждаться самим и заблуждать других при покупке. Чем лучше копия, тем лучше звук. И сейчас мы об этом поговорим. Но все равно это будут TVS наушники. А копии это будут забрендированные TVS наушники. Вы должны понимать, что качество звука может для вас отличаться. Тут играет, опять же, психологическая какая-то отметка в том понимании, что да нет, они звучат лучше и все нормально. Для меня это может быть так, для вас это может быть совсем по-другому. Звук обычный, никаких, никакой защиты от внешних факторов внешней среды в виде посторонних шумов, они не перекрывают. Это не вакуумные наушники, это просто обычные наушники-вкладыши без функции шумоподавления. Но при максимальной громкости в метро, скорее всего, вы будете чувствовать себя комфортно более чем. Ношение этих и других, то есть и дешевые, и более дорогостоящие копии AirPods 2, они же TVS 9000 Max, не принесли никакого дискомфорта. То есть, в ухе они держатся хорошо, абсолютно все четко и без проблем. Поэтому по звуку, по ношению, это обычные, не знаю, качественные, некачественные, обычные хорошие уши, но звезд с неба не хватает. Копия по с улучшенными характеристиками на чипе Aeroha 1536. Вот мои описания, как я чувствую вот этот звук. В первую очередь, это громче, чем оригинал, где-то процентов на 15. Во вторую очередь, это чуть-чуть объемнее, чем оригинал. И басовитий. Объемнее, то есть, вот глубина, глубина вот этого вот, глубина звука, то есть, не плоскость, а я не звукорежиссер и не аудиофил. Я пытаюсь объяснить вам тем языком, который мне доступен. Так вот, глубина звука чуть-чуть басовитее они, и чуть-чуть громче, чем оригинал моей версии. У меня есть AirPods 1, первой версии. Так вот, они чуть-чуть превосходят, как мне показалось. Вот эта последняя копия, 1536, геонастройками Bluetooth. Эти звучат по сравнению с AirPods 1, либо на том же уровне, может быть, чуть-чуть хуже. Чуть-чуть не хватает именно вот этой, как я ранее выразился, объемности звука, то есть, как бы, полноты и не плоскости этого звука. Как мог, рассказал про звук, и тут хотелось бы отметить, что в тех и других наушниках встроены микрофоны в каждую из ножек, и нужно понимать, что каждый из наушников имеет вот в этой части микрофоны. И я постараюсь вам сейчас записать каждый микрофон в отдельной дорожке, как он звучит. Раз-два-три, тест наушников, это дешевая версия с чипом джели. Раз-два-три, запись на микрофон, как слышите, прием. Раз-два-три, это тест записи микрофона, более дорогостоящей версии AirPods 2 с геонастройками и настройками Bluetooth. Раз-два-три, тест наушников с геонастройками, прием. На более удешевленной версии он звучит совсем, как мне показалось, уныло, но он присутствует. На более дорогостоящей чуть-чуть дела обстоят лучше, поэтому с микрофоном это не сильная сторона этих наушников, вы сможете общаться, но, опять же, если вы планируете в качестве гарнитуры, и вы 24 на 7 общаетесь через гарнитуру, то вам надо посмотреть в сторону других, более профессиональных вещей в этом плане. Итак, давайте подключение к iPhone. Что у нас будет происходить? Давайте подключать сначала дешевую версию, в принципе, сразу дам послушать звук. Открываем крышку кейса, ждем секунды, полторы секунды, может быть, меньше. Нажимаем кнопку подключить, а здесь нажимаем кнопочку на кейс. Происходит подключение, и, в принципе, наушники показывают, что они подключены. Эта поп-ап анимация будет появляться в каждый раз, когда вы будете закрывать или открывать кейс. Тут хотелось бы отметить, что китайцы копировали все должным образом, и отличий никаких нет. Иногда это работает быстрее, чем на оригинале, но я должен сказать, если вы будете туда-сюда, 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 это делать, не произойдет того, что, точнее, произойдет то, что они могут заглючить. То есть, вы должны всегда держать в голове, что это копия. Вы за это заплатили, условно, там, в опте 2000 рублей. Посмотрите на анимацию клавиш прибавления, убавления громкости. Как это? Допустим, иногда вообще может не сработать, да? Давайте открыть, да? Это просто у нас звуковой этот. Итак, наушники у нас подключены, и мы входим в Яндекс.Музыку. Так, треки, любимые треки, и, допустим, возьмем лилику Сектор Газа. Сразу сымитируем, что у нас наушник вставлен в ухо. Я попробую вам чуть-чуть дать послушать через микрофон, который установлен у меня, микрофон на фотоаппарате. Вот такой звук они издают, но, мне кажется, микрофон, такой бы он хороший ни был, не передаст этого. Что мы хотим видеть дальше? В звуковой дорожке, если мы сюда это все дело закроем и откроем непосредственно пункт управления айфона, видите, на панели громкости вы видите, как Bluetooth-устройство. Без разницы, это был бы наушник или колонка или какой-то санбуфер. Если мы нажмем сюда, то здесь будет просто написано AirPods и значок соединения по Bluetooth. Если мы нажмем вот сюда на музыку, то здесь вы увидите вот такое вот сопряжение. AirPods. AirPods, заряд 100%, футляр 100%. У каждого из этих, если я положу сюда, то они скорее всего ничего не будет происходить. Они скорее всего просто пропадут. Все, да? Да, все. Отсоединились, а здесь они непосредственно пропали. Можно только на айфон. Если я открою, они появляются практически моментально. Есть, может быть, какая-то задержка, но опять же вы должны понимать, это копия для понимания. Также по понимации у нас вся приходит стоять, не надо улетать. Что у нас происходит в настройках Bluetooth? настройках Bluetooth у нас есть AirPods. Они просто так называются. Они сейчас подключены и у них есть только две функции. Это отключить и забыть это устройство. То есть, вы должны понимать, в дешевой копии наушников настроек Bluetooth у нас нет. Мы отключаем и забываем устройство. Далее. Берем в руки более дорогую версию на чипе Aeroha 1536 с гео и с настройками Bluetooth и вы сейчас прозреете. Открываем точно так же. Появляется анимация. Нажимаем. Нажимаем кнопку, которая нажимается чуть мягче, о чем я говорил ранее. Происходит подключение. у нас происходит так же поп-анимация. Они уже соответственно были промаркированы как наушники AirPods толстый. Мы нажимаем готово. И готово. Раз, два, три. Ну давай. Раз, два. В общем, здесь может быть какая-то связанная с прошивкой или иногда на каждый раз моментально иногда то есть сами смотрите как это происходит поп-анимация. Причем на оригинале это иногда происходит в принципе плюс-минус с такой же задержкой. Далее. мы проходим все в ту же музыку. Достаем наушник. Они могут работать по одному. И я включаю и прибавляю громкость. понимаете да, что происходит? Примерно можете понять масштаб звука плюс-минус. Что мы видим в настройках Bluetooth? Во-первых, мы проходим сюда. Здесь мы видим наушники AirPods толстый, футляр. При этом если мы достанем если мы это сделаем вот таким вот образом, здесь будет отображаться заряд наушников. Как только они будут разные по процентажу, то у каждого наушника будет свой процент. Понимаете, да, что происходит именно вот в этой анимации. В оригинале это есть, в дешевой копии сейчас посмотрим, забыл вам показать. Дальше. Проходим мы непосредственно в настройке в пункт управления непосредственно всеми этими вещами в самих в самом айфоне. Что мы видим на изображении? Мы видим изображение наушников как на оригинале. Не какое-то Bluetooth устройство, а именно наушники. Если мы длинным нажатием нажимаем то же самое видим наушники Apple Airpods это название иконка самих наушников и здесь весь проблем все будет отображаться как на оригинале. В этом-то и есть отличие. Это как раз таки настройки Bluetooth и настройки во всей системе они показываются и проецируются. Airpods толстые это у меня оригиналы которые сейчас не подключены и у нас есть копия которая непосредственно подключена. Наушники Airpods толстые. Нажимаем сюда и видим что мы можем изменить имя. Давайте мы уберем слово наушники нажмем кнопочку готово Siri левой следующая дорожка правой трек пауза поверьте мне на слово это все работает без каких-либо проблем. Автообнаружение уха тоже работает. То есть мы понимаем что настройки Bluetooth абсолютно точно такие же как на оригинале и в этом-то и есть отличие более удешевленной версии от более дорогостоящей в том числе от настроек Bluetooth и геопозиционирования и чуть улучшенного звука в плане громкости басовитости и вот это вот всего как мне показалось. Дальше я вам уже показывал что если вы пройдете в локатор при использовании продолжить и здесь мы увидим геопозиционирование этих наушников чтобы вы понимали масштаб это у нас не звук а звук мы вставили наушник и я беру в руки iPhone резко делаю вот так вот видел в одном видосе одного замечательного блогера не происходит вообще никаких задержек ты со мною забудь обо всем клевый трек обожаю его понимаете да вообще не происходит оно меняется естественно происходит какие-то визуально какая-то может быть визуально дискомфорт но опять же любые наушники так подключите это будет все то же самое давайте посмотрим и давайте я послушаю как это все происходит на непосредственно дешевой версии мы достаем давай нажмем подключить подключаем подключаем подключаются кстати проверим сразу шторку нажимаем готово здесь выходим на центральный экран ух ты ж ешкин матрешкин здесь можете видеть сейчас разительное отличие от футляра аирподс у нас два футляра два аирподс так те наушники у нас выключены аирподс те которые подороже они обозначаются как аирподс и значок аирподс те которые подешевле значок блютуса футляр то есть это как-то так возвращаемся мы в яндекс музыку я снимаю с кейса одно ухо нажимаю тап играть подключение происходит нажимаю нажимаю говорю господи ну давай чуть-чуть задержка есть вот такой звук как будто из этого слушайте ну разница есть есть она определенно не критическая но она есть здесь на более удешевленной версии с чипом джели происходит такой знаете рывками вот это вот происходит и звук вот я сейчас прямо один после другого послушал и я хочу сказать что вот здесь вот звук он я наверное возьму свои слова насчет звука как в оригинале обратно он достаточный для того чтобы быть настолько плоским как поверхность этого макбука то есть он плоский он плоский но если вы не видите никаких альтернатив у вас есть там в рознице они стоят там 2,5-3 3,5 тысячи рублей если вы хотите похожие наушники и вам пофиг как они будут звучать в принципе наверное никаких проблем нет какая погода у нас сегодня и так в принципе чуть-чуть отличия есть вообще чуть-чуть одинаково неплохо докапываться можно да это не оригинал но звучат на более дорогостоящей версии чуть-чуть получше и микрофон работает чуть-чуть получше как я это говорил ранее далее открываем с вами youtube и смотрим по поводу задержки как это все дело происходит я буду на одном правом наушнике это все делать давайте тимати пародия ну смотрите я что раньше слушал что сейчас на камеру послушал нету никакого прям да нет никакого отставания не знаю может быть они друг от друга там отличаются и если попадается брак может быть какое-то отставание есть но давайте послушаю более удешевленную версию с чипом джели давайте все происходит подключение ну все пошло слушайте ну блин может быть психологически на меня это давит ну я бы сказал наверное миллисекундная задержка какая-то все-таки есть объективно честно либо это у меня уже крыша течет от того что я пытаюсь быть максимально объективным максимально непредвзятым наверное на этом все потому что мы прошлись по всем основным параметрам наушников tvs наушников которые превратились в копии airpods я уже в начале видео обратил внимание вас точнее сказал почему они стали именно вот так вот почему копия чем отличается копия от tvs поэтому как-то так делайте выбор в пользу той или иной если вы хотите качественные уши покупайте лучше оригиналы но других фирм ну допустим я не знаю там господи элари какие-нибудь да или еще что-то что приходит на ум если вы действительно хотите чтобы у вас все четко работало останетесь ли вы довольны звуком тех самых брендов оригинальных брендов ну скорее всего да какие еще напрашиваются выводы если вы хотите пофорсить перед знакомыми если вы действительно не хотите переплачивать за оригинальные AirPods но при этом иметь в принципе тот же самый оригинал лучше доплатите и возьмите то что с геопозиционированием потому что будет работать локатор будет работать настройки Bluetooth они будут звучать мне так кажется хорошо на мой предвзятый скажем так точнее личный взгляд если вы хотите если вы занимаетесь бизнесом то дешевые от дешевой версии вам не будет стыдно брак случается да случается но опять же это не тот хлам который продавался полгода поставлялся на рынок полгода назад год потому что брак бывает 2 из 2 2 из 2 недавно поймали в чту отправили из 2 пар 2 пары наушников оказались с браком такое бывает да бывает но такие версии они проходные по цене то есть у них в районе двушки закуп у них есть поп-анимация есть качественный пластик качественная коробка более-менее качественный звук а это ну совсем для мажоров которые готовы в розницу заплатить почти пятак но при этом иметь беспроводную зарядку хорошие басы и в принципе наверное это вот мой выбор скорее всего я отдам свои rpd с оригиналом первые на продажу а буду ходить с этим потому что я послушал несколько дней как бы несколько часов вечеров провел с этими наушниками и во время монтажа я понял что у меня не болит голова я понял что у меня в принципе нет никакого дискомфорта в ушах и на этом наверное буду как говорится прощаться ну опять же тут вот до качества пластика да ну все везде одинаково сравнивать с оригиналом будем в отдельном видосе вам большое спасибо что посмотрели данное видео до конца обязательно ставьте лайк или дизлайк если понравилось или нет это достаточно дотошное сравнение копий AirPods 2 либо же ITVS 9000 90000 Pro Max 90000 Max просто да единственное здесь есть нет все говорят это не не ТВС 990000 Pro потому что там нет громкости сенсорного ребят в оригинале есть управление сенсорное управление громкостью нету оно есть в ТВС ноунейм наушников это копия под оригинал вопросы есть вопросов нет еще раз большое спасибо обязательно пишите слово Дональд Дак если досмотрели до этого момента это было интересное на мой взгляд видео и надо написать обязательно свой комментарий потому что у меня есть что рассказать еще совсем скоро увидимся всего доброго пока-пока